Такая тема из серии «Ожидание и реальность». Многие учителя, когда приезжают к конференции, все по полочкам им разложили, каждый возраст, как надо с этими детками, как надо с этими. Ты приезжаешь в свою церковь и смотришь, как надо со всеми этим возрастом, если, допустим, у тебя два учителя и одно помещение. Ну, в лучшем случае, два помещения. И первое, как показала практика, это я рассказываю лично свой опыт. Ну, немножко будет упор на книжки, которые издавали и томичи, пособия, и много еще таких трудов их было. Я сначала хочу отметить такие полярные возраста, на которые прям очень нужно обратить внимание. Это три года, 10 и 12. Если мы, то есть только начинается у вас воскресная школа, да, и вы молодой учитель, и вам поручил служитель детей, вот дети, вот тебе время, помещение, работай. То критично, конечно, их так вот всех собирать, ну вот что делать, будем давать такую команду себе, как мне это сделать. Для начала я бы их поделила вот так. То есть с 4 до 9 и с 10 до 14, потому что дальше это уже молодежь идет, там уже должны, наверное, братья подключиться, да, подростковое служение. Почему три года я обвела в кружок? Потому что, во-первых, не все дети в три года уже оторвались от мамы, не все пойдут на урок. Конечно, родители очень хотят их, возьмите, пожалуйста, я послушаю проповедь спокойно, да, или псалом. Но это такой возраст сложный, поэтому вы их не просите, давайте, чтобы мне для количества побольше детей, всех заберу. Следующий возраст это 10 и 12. 10 лет, потому что он все, вышел, он уже себя считает, я уже не малыши, и не начальная школа, да, заканчивается 4 класс. И 12, это когда он уже и не десятилетка, да, но еще не подросток, еще не все у него сформировалось, да, он еще сильно опирается на мнение общества. То есть как его воспринимают, если человек веселый, да, ребенок, меня так вообще как бы я иду на ура, да, и он будет это время отвлекать, чтобы показать свое я. Им еще важно, чтобы общество их приняло, как общество их принимает. Уже к 14 годам, уже ближе такой возраст к выбору личности, каким путем я пойду, и там уже совсем такой процесс другой идет. И вот этот год, ну, кажется, ну, 12-14, да, между ними там год разница. Ну, как в 3 года, вот до 4 очень важный такой процесс, то есть ребенок за это время осваивает колоссальный опыт, у него развивается очень много нейронных связей, которые дают такой толчок. Если сравнить вот эти два возраста, кажется, год, 12 месяцев, но за это время Бог так сотворил, что происходит очень большая работа. Так же вот и в этом возрасте 10 и 12-14. Почему вот это еще так важно я отметила, потому что когда сейчас буду рассказывать, что нельзя применять, учитывая вот эти вот критические возраста. Когда вот вы разделили, допустим, ну, вот возьмем два класса, да, вот так вот я поделила условно, там уже подстраивайтесь под свои обстоятельства. Мы определяем, какой возраст и вспоминаем возрастные особенности. Вообще возрастные особенности – это как вот правило дорожного движения для автомобилиста, для водителя. То есть это прям вот железно надо знать и иногда себе их повторять, обновлять. Не зря же права перездают, да, вот дают время. Вот сейчас возьмем, больше я поговорю, больше сложностей вызывает первая категория, которая младше детки. Почему? Потому что они более эмоциональны и подвижны. Поэтому как бы я начну с них. 3-6 лет. Его мир очень сжат, очень сжат. То есть он мыслит. Он знаком с вещами только с теми, которые видит дома. Если он еще не ходит, ну, как обычно, да, у нас дети растут в семье, у большинства. Он видит предметы и знает новые слова, вообще изучает дома. Вот какими дома пользуются словами, они для него понятны. Дальше он изучает постепенно новые слова. Его запас слов очень маленький, но он как бы это уже понимает к 4 годам и начинает хватать все подряд. Бывает, он принесет со двора слово, он его произносит, он выучил новое слово, а значения его не понимают. А родители краснеют, даже не хотят пытаться объяснить, что это значит. Просто забудь его. Не понимают значения абстрактных слов. То есть он мыслит конкретно. Если говорят, учитель, ангел пришел, для него это ангел пришел ногами, в ботинках. Он не может отличить действительного от воображаемого. То есть для него все чудеса, которые мы рассказываем, для него нормально. То есть так и должно быть. Поэтому мы так удивляемся. Представляете, дети, перешли через море. Перешли, пошли ногами и пошли. Ну море. То есть для него нет такого эффекта. Не может сосредоточиться на многом, и он очень сильно нуждается в движении. Не потому, что он такой неспокойный ребенок. Просто для него движение – это норма. Когда у нас, допустим, ребенок долго лежит на диване, мы сразу берем градусник и хотим померить температуру. Все ли с ним нормально? Поэтому, когда у нас дети в движении, это нормально. И плохо было бы, если бы они не шевелились. Ты с нами, ты здесь. Трогали бы его постоянно. И вот зная вот эти возрастные особенности, как же тогда обучать младшую группу? Когда у тебя еще словарный запас здесь маленький, а 7, 8, 9, которые ребята уже пошли в школу, они уже не то, что хотят получать новые знания, у них уже есть знания, и они очень сильно хотят ими поделиться. Еще чтобы еще другие узнали, что я тоже что-то знаю. Они быстро запоминают библейские имена, названия рек, гор. И вот такая как бы нужно выбрать золотую середину. Как обучать младшую группу? Использовать домашние слова. Но не так, конечно, мы не будем ориентироваться на трехлеток. То есть излагая библейский урок, мы не ориентируемся на самых-самых маленьких, которым нужно сильно-сильно разжевывать. Но мы ориентируемся на средний возраст. И тем самым мы даем малышам немножко потянуться и как раз узнать новые слова. Не говорить слишком длинно. То есть вообще мозг так устроен, что запоминает короткие фразы. Почему, например, рекламщики используют баннеры, короткие фразы, если еще это в рифму, это вообще прям глубоко у нас засядет. И брать такие темы, которые не вызывают отрицательных эмоций. Например, второе пришествие Христа, когда придет и заберет Бог церковь свою. То есть это рановата тема для этого возраста. Самое главное, чтобы успешно они перешли во вторую половину, научить их анализировать. Вот как вот брат Максим говорил, прям так хорошо подготовил почву, чтобы они делали вывод. Вот это наша цель. Делать вывод и переменять на себе. Но это вообще анализ, это навык. Мы не рождаемся с анализом, не рождаемся с таким рефлексом, как мы умеем все анализировать. Если бы люди всегда могли анализировать свои действия, многих бы ошибок не было. Этому нужно научиться и выработать просто у себя привычку. И начинаем мы с того, что в младшей группе мы учим их подмечать детали, сравнивать, сопоставлять, потом уже анализировать и делать простой вывод. Например, если мы берем картинку библейскую, показываем им, то сначала спрашиваем самых маленьких. Покажи мне бабочку. Или какого цвета листва на дереве. Ну такие простые, да? Или этот человек высокий или низкий. Например, какое у него настроение? Это они могут сказать. Ну, у них слов мало, они могут сказать хорошее настроение или плохое. Более старшие тоже могут спросить у них, а что вы думаете, какое настроение? Просто хорошее. Вообще про эмоции, для них важны, чтобы они их улавливали и знали значение эмоций. Почему? Мы знаем, что дети еще не говорят, но они очень хорошо считывают учителя, какой он заходит в класс. Вы можете не рассказывать, что у вас случилось, но он видит, что вы переживаете. Это не значит, что у вас плохое настроение. Это значит, что у вас есть какая-то проблема, и вы переживаете. И это нормально, мы все переживаем. У них до трех лет делятся категории. Хороший и плохой. То есть черное и белое. И как раз в этой группе можно детей подготовить, что эмоции бывают разные. Особенно это указывает на библейский, обращайте внимание, когда мы изучаем какого-нибудь библейского героя. Задание. Вот еще в уроке использовать простые слова. Вообще, я вот советую, к нам тоже пришла учительница, которая хочет стать учителем воскресной школы, и она вот год ходит ко мне на уроки, смотрит. Первое, после трех уроков она говорит, это не урок воскресной школы. Это окружающий мир, начальная школа. И как раз я использую метод, который использовал Бог. Это наблюдение за окружающей средой. Потому что Бог через нее очень многому нас учит. Я здесь спрашиваю, какая погода сегодня за окном? Как вы узнали, что сегодня ветреная? Смотрели в окно, какая погода? Хорошая. Я говорю, а какая хорошая? Ветреная или нет? Они смотрят, не знаем. И вот дети у нас даже приезжают с районов, они отвечают односложно. Да, нет, не знаю. Вот такой короткий набор. И чтобы с ними было классно работать в подростковом возрасте, чтобы они могли давать развернутые ответы, вот с такого мы начинаем. Наверное, у нее было такое ожидание, что сейчас они выучат у меня все 10 заповедей на уроке, и прям ночью разбуди, они их расскажут. Но мы начинаем с листочка. Поверните листочек горизонтально. В центре. Кто знает, где центр? Я даю каждому ребенку, покажи, где центр листочка. То есть, во-первых, это и движение, так как они любят движение, и обогащает их опыт. То есть дальше мне будет уже легче. В центре листочка напишите свое имя. В центре, он уже знает, где это центр. Еще на картинке всегда есть явный текст, явная информация. Малыши ее могут усвоить, для них это просто. И сделать простой вывод они тоже могут. Тогда они себя чувствуют нужными на уроке. Допустим, когда мы показываем также детали, все рассмотрели буквально картинки, этот человек, например, что он держит в руке? Нож или меч? А это хорошо вообще держать такую вещь? Они могут сказать, хорошо или плохо? А уж деткам постарше я даю подтекстовую информацию, где ты не можешь сказать да или нет. Там уже как трехходовочка. А почему это плохо? А к чему это приведет? То есть это уже более сложный вывод. Но малыши, глядя на старших, они подтягиваются, они видят, что можно еще по-другому отвечать. И у них тоже развивается такой мыслительный процесс. Они видят пример на себя. И старшие, чуть постарше, вот 8-9, они видят, что все участвуют на уроке, что тут они не самые главные, не звезды, что у нас все на уроке важны. Когда к нам пришли на урок трехлеточки, четырехлеточки, они себя очень скованно чувствовали. И мы сделали так, что когда все дети пришли, мы встали в большой круг, взяли за руки, сделали, говорю, давайте сделаем большой круг, растянемся, да, маленький круг и средний круг, опустим ручки. И просто вот мы, я думаю, сделаем два урока так, чтобы они себя чувствовали комфортно. Кто к нам сегодня пришел? И каждого называем. К нам пришла нам София. Мы все здороваемся, смотрим на Софию. София в это время краснеет по уши. И каждого ребенка называем. Они так выучили всех имена, всех их отметили, как бы внимание получили все. Прошел год. Я говорю, ребят, каникулы прошли, мы что, не будем здороваться? Как не будем? И когда мы называем опять эту Софию, или Ульяну, или Ваню, он опять улыбается, как в первый раз он сюда пришел, и все его видят. Им это так как бы нравится. Не знаю почему, но вот любят эти внимание, особенно как бы с многодетных семей. На уроке моя библейская часть, вообще вот я вот этой учительнице сказала, говорю, печатай текст, что ты будешь говорить, библейскую историю. Например, Гедеон. То есть она приготовила урок, я говорю, ты его напечатала, выбираешь, берешь маркером, текстовыделителем, и выделяешь сложные, абстрактные слова. Вот напали враги. Я говорю, кто такие враги? Они вообще не знают. У них нет врага. У четырехлетнего ребенка нет врагов. Он вообще не понимает, о чем вы. Напали. Откуда напали? Что такое напали? Это тоже абстрактное понятие. Они сидят на уроке, я у них у всех позабирала, что-нибудь у кого, ну таких у стрессоустойчивых детей, там резинку с волос сняла, там все. Я говорю, вам понравилось это? Нет, это вообще-то мое. Я говорю, а если я вообще домой заберу и не отдам вам? Нельзя так делать, да? Вот так делают враги. Они забирают то, что наши, и не отдают назад. Они поняли, что такие враги. И всех их испугались. Они уже поняли, что такое испуг. Один только человек не испугался. Он продолжал работать в гумне. Что такое гумно вообще? И почему у него в руках лопата? У нас лопатой копают картошку, а у него лопата и на фоне зерно. Это как бы вещи несовместимые. Мы взяли с ними колосок, разворотили его весь. Я говорю, трудно доставать зернышко? Ну да, вот так вот, мешок нам набрать зернышек. Трудно. И вот мы тут объяснили профессии. И что сейчас такой профессии нету. То есть, и она говорит, что это уже как бы не входит в программу Библии. Я говорю, у Библии нет программы. У Бога все создано им. То есть, немножко расширяем их словарный запас. Мы поговорили про профессии. Есть сейчас такая профессия или нет? То есть, этим мы расширяем их кругозор. И тогда, вот как брат Олег Шиповал, они уже будут знать, что такое копать. И вот у них останется привычка в Библии ковырять каждое слово, что оно обозначает. Или, например, была тема урока, когда Яков обманывал отца, одев одежду брата. Для них первородство, это как бы еще понятие очень далекое вообще. Зачем оно надо? И в многодетных семьях первородство, это как бы не на лучшем месте. У них больше ответственности, на них больше скидывать. Это не звездочка тебе сюда, что ты первый родился. Поэтому я беру эту библейскую историю и смотрю, а что они могут взять, что им знакомо, какой опыт уже у них есть. Потому что эти дети учатся только на том, что они сами пережили. Я говорю, он взял одежду брата своего, и у меня трое детей с одной семьи. И я быстренько бегу в гардероб, одеваю куртку их мамы. Один ребеночек у нас с ЗПР, и даже у него вот такие глаза. Он говорит, это не твое. Я говорю, да. А я говорю, что мое. Когда я захожу в класс, не в своей куртке, а в куртке их мамы, они говорят, нельзя брать чужое. Я говорю, конечно. Вы сделали прекрасный вывод. Чужое брать нельзя. То есть они пережили эмоцию, которую они знают. Вообще мне очень нравится, как Бог нас учит. Он использует все наши органы чувств. Пойди, возьми, попробуй, намажь, пощупай. То есть все органы чувств задействованы, особенно наши эмоции. Поэтому их вот, прям вот если вы их используете, то урок пройдет, они как бы его надолго запомнят, и переменение точно найдут. То есть в каждой библейской истории мы должны взять, для нас это будет одна истина, а вот ребенок что с этого возьмет? Допустим, когда мы проходили взятие Ерихона, поставил коробку в центре, и говорю, наша задача ее сломать. То есть у меня уже урок, вообще мы вообще не сидим, мы будем, урок будет в движении. Сломать. Мальчики, даже я еще уже знала, что они сейчас, даже мне не дождутся команды, я их за руки взяла, я говорю, наша задача сейчас его сломать. Я говорю, как мы, как это можно сделать? Ногой пнуть сломать. Я говорю, да, но мы будем делать это необычно. Мы возьмемся за руки, друг за другом в паровозик, и будем молча ходить. Мы сделали там один круг, второй круг, они уже смотрят. Еще кружим, кружим, кружим по уроку. Я говорю, устали? Да, давайте отдохнем. И так мы сделали 7 подходов. У нас закончился почти урок, но они устали. Они говорят, ну почему молчать надо? Я говорю, а теперь на раз, два, три. Да. Я говорю, что вы испытали? Мы устали, нам было скучно, неинтересно. Я говорю, но вы были послушны. Вы получили радость в конце? Я говорю, и вот быстренько рассказала историю, то есть, ну, как необычно Бог делает. Люди были послушны, получили радость. И насчет поделки, вот еще хотела сказать, что я не даю раскраски готовые, где вот все нарисовано, ничего думать не надо, просто раскрашивай. Ну, трехлетки вообще мимо, как бы, да, если попадут хорошо. Я даю такие задания, где нет лица, чтобы они сами нарисовали настроение героя. Допустим, когда мы проходили 12 братьев, 11 братьев Иосифа, я дала просто им листочки, вот с такой картинкой. Я говорю, у них был один папа, они жили в одной семье, так же, как и вы. Вы живете в одной семье. То есть, я всегда перевожу на их опыт, что Библия, истории с Библией, это не сказки. И люди такие же, и дети были такие же, и они испытывали те же чувства. Я говорю, а теперь, вот вы в семье одинаковые, у вас одинаковый цвет волос, размер глаз, цвет глаз. Я говорю, мы сейчас нарисуем всех братьев разными, разные прически, разного цвета волосы. Они на уроке рисовали лица разные, и потом, когда уже на следующий урок мы проходили, что Иосиф уже его забрали, он был грустный. Проходили, что такое зависть, да, и применение мое было, что я Иосифа нарисовала тоже с глазами, напечатала, ну, рот закрасила. Когда был Иосиф в тюрьме, он был грустный, но не злой. То есть мы рисовали эмоции разные, и в конце урок я тоже спрашиваю, допустим, как у тебя вчера день прошел, какая у тебя была эмоция? Ну, показывалось такое наглядное пособие, там, улыбка, удивление, раздражение, там, злость. Я говорю, Иосиф был грустный, да, ему было плохо, но он не злился. У него только эти эмоции на лице, руки у него никуда не пошли, никого не ударили, потому что он так переживал, да. Ну, вот у братьев мы нарисовали, конечно, они сердитые нарисовали лица, да. Я говорю, разные. Внешность они себе не выбирали, да. Никто не может себе внешность выбрать. Но какие испытывать эмоции, как поступать, дальше они пойдут в руки, в ноги наши эмоции. Это мы можем уже решать, выбирать. Еще хотела отметить такой момент, что когда вот мама ко мне приходит, а как мой ребенок сегодня себя вел? Мы говорим, хорошо. А как мы оцениваем, по каким критериям, что он вел себя хорошо? Есть пассивные дети на уроке, да, есть активные. Такие активные, что вот они занимают вообще весь эфир. Даже учителя смещают, можно вообще уйти, как бы он будет держать внимание. Ну, такой дар у него, да. Кем он вырастет, дай Бог, как бы, чтобы он это все в Божью славу употребил. И важно обратить внимание на тихого ребенка, вот потому что внутри у него идет колоссальный мыслительный процесс. Мы не знаем, что там, да, мы не можем спросить, вернее, мы можем, но он не может обосновать. Вот на уроке мы как раз учимся обосновывать свое поведение, то, что, свои переживания. И как это вот, какой выход в Библии есть, что герой сделал, а что он не сделал. Хотя можно было, и шанс был, да, сделать и время, и место. И в силу своего возраста, или темперамента. Еще важно, конечно, на всех возрастных особенностях ложится след, какой ребенок, первый или последний в семье, да, это как бы уже все, наверное, отмечают. Он молчит, как бы, ну, молчит и хорошо. Мы говорим, что хорошо, потому что нам с ним комфортно. А вот этот ребенок активный, и нам с ним комфортно. И говорим, ну, он себя вообще плохо ведет. И таким детям, как бы, которые активные, забирает весь эфир, я даю три билетика. То есть ты можешь использовать три раза, когда я не спрашиваю. Когда я спрашиваю, да, у нас поднимают руки, они уже привыкли. Когда я не спрашиваю, ты хочешь что-то сказать, у тебя есть три билетика. Вот он говорит, я его рву. Все, у тебя два шанса осталось. Все, дальше ты молчишь, как бы. Но вот пока работает. То есть у Господа такой метод, иди, делай и бери. Как бы, я его тоже активно использую. То есть у меня на уроке, я готова, ничего им не даю. То есть если мы рисуем, банки у нас далеко, кисточки в другой стороне. Они сами себе берут. То есть они сделали работу А4. Допустим, даже если что-то распечатано, допустим, Голиаф, я распечатаю Голиафа. Но горы, деревья, солнце, я ничего не делаю. То есть это его работа. Я не даю образец. Вот так должно быть. Я рисую вместе с ними. То есть я беру к доске, я говорю, вот у нас Голиаф, рисуем горы. Горы какие, низкие или высокие? Мы все показываем руками, жестикулируем активно. Они сами рисуют. А где будешь горы рисовать? Наверху или внизу? То есть он учится ориентироваться в пространстве, даже листа. Потом они берут дырокол, который тоже лежит на полке, чуть-чуть повыше, чем младшие детки. Я специально его туда ложу. Чтобы они просили помощи у старших. Они идут со стола, берут дырокол, продырявливают. Внизу на полу у нас стоит такой ящик, где лежат вот их расшиватели с их работами. У каждого ребенка своя наклеечка. Ну понятно, что не все еще умеют читать. И они ставят свою работу, сами вкладывают и кладут. Я за ними не слежу. Аккуратно они слушаны или неаккуратно. Это их работа, это их ответственность уже. То есть мне все равно, порвут они ее, ничего они не сделают. Я пустой лист вкладываю в этот скоросшиватель. Еще мы все подписываем свои имена. Старшим очень нравится. И у нас уже 4 года старшие научили их хотя бы первую букву имени писать. Но я за них ничего не делаю. Я вот так взяла. Алена. Соединяй. Ну соединяй, да? Еще две точки. Он сам это сделал. То есть за них делать минимум. Делегировать. Пусть они работают на уроке, пусть устанут от урока. Так. И не требую, как у всех. Допустим, ну когда старший начинает, уже сравнивают. А у меня хорошо, а у меня нет. Я беру ребенка, работу самого младшего, где там две точки, он попал глазами, ну вот в круг лицо, да, две точки. Я говорю, где глаза? Вот глаза. Я не делаю эмоции там. Для него это глаза. Он уже научился рисовать нос. Я говорю, вот наш Иосиф, который не сердится. Он просто грустный. Ему жалко братьев, да? Я беру его работу, как будто это образец для подражания. Как бы они не чувствуют себя там. Я не умею рисовать. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.